Доброе утро, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас на духовном завтраке. С вами сегодня пастор Дмитрий Крапивинский христианский центр. Давайте откроем книгу Левит, 22 главу, и будем читать 17 по 20 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им. Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Аминь. И меня, друзья, знаете, здесь в этом тексте Священного Писания сильно коснулась именно вот эта мысль о том, чтобы, принося жертву Господу, обрести благоволение. Знаете, и это жертвы не те, которые приносятся за грех, за спасение. Это жертвы всесожжения, жертвы, которые приносят благоволение от Бога. То есть нам этими жертвами не обрести спасение, мы спасены жертвой Иисуса Христа. Но вот есть определенное такое благоволение. И я обращаю внимание, что, знаете, одни люди вот как-то ходят с Богом, молятся, и вот как-то Бог почему-то как-то особенно гораздо быстрее как-то отвечает на их молитвы. Ну вот прям видно, что как-то благоволит. Другие люди как-то вот годами в чем-то сидят, как-то вот и как бы что-то не меняется. Я часто задумываюсь, вот почему так происходит. И знаете, анализируя те или иные жизни, я вижу, что одни люди приносят вот эти вот жертвы, которые располагают Бога. Они без порока, они ценные. А другие как-то вот либо вообще как бы не видно в их жизни, не прослеживаются вот этой жертвенности. Либо жертвы какие-то вот худые. Как вот есть, знаете, вот в миру выражение «на тебе Боже, что нам не Гоже». Знаете, вот у нас была с супругой ситуация, когда одной семье детям, ну там у них проблемы были с обувью. И с одной стороны я понимал, что можно обзвонить много знакомых и найти какую-то вот, ну, похоженную, но пригодную обувь. Но внутри было такое желание ребятишкам этим взять и купить новую обувь. И мы приняли решение, взяли и детям купили новую обувь с магазина. И знаете, это было приятно самим детям. И нам было это очень приятно. Это доставило сильное удовлетворение. Я вот понимаю, что можно было сделать так, но мы сделали так. Знаете, также сегодня мы не приносим в жертву этих быков, баранов, коз. Но сегодня мы можем приносить в жертву, знаете, наше время, наше служение. И вот какое мы отделяем время для Богу. Вообще, есть ли в нашем нахождении сегодня со Христом вот эта вот жертвенность. Или мы угождаем сегодня Христу, либо живем и служим Богу, когда только получится, или как нам будет удобно. Но жертвенная жизнь и жертва, она всегда связана с тем, чтобы пожертвовать что-то лучшее, ценное. Мы помним эти примеры библейские. Два брата, Каин и Авель, которые принесли жертву. И одна жертва была угодна Богу, другая нет. И я сегодня хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, как мы сегодня живем. Есть ли в нашем сердце, в нашем сознании сегодня это понимание жертвенности, жертвы ради Бога. И какие жертвы мы сегодня приносим Господу. Хотим ли мы сегодня обрести благоволение в очах Господних. Давайте поразмышляем об этом, и пусть наши с вами жертвы, они будут без порока. Пусть они будут обретать вот это благорасположение, благоволение в очах Господних. Благословляю вас, дорогие друзья. Аминь.